Дорогие украинцы, украинки, сегодня российские оккупанты в Котре задали удары по Херсону. Дорогие украинцы, украинки, сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Херсону. Жестокие удары, прямо по городу, дома, улицы, наши больницы. По состоянию на данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым оказана необходимая помощь. В общем, только за один этот день и только за этот день в одной Херсонской области уже было более 20 российских обстрелов. Таких же, как по Херсону, сугубо террористических. По городу Береслав, по селам области. Я благодарю всех спасателей ГСЧС Украины, всех сотрудников национальной полиции, которые ликвидируют последствия обстрелов. Я благодарю всех врачей, медицинских сестричек, которые оказывают помощь. Местную власть, волонтеров, которые не оставляют на произвол судьбы свои города и общины. Интенсивные бои продолжаются в десятках точек по всему фронту. Найбільш важкие – это Марьинский напрямок, Авдеевский, Бахмутский. Интенсивные бои продолжаются в десятках точек по всему фронту. Наиболее тяжелые – это Марьинское направление, Авдеевское, Бахмутское, но также и Юг, и Харьковская область. И в каждом городе Украины, где сегодня был относительно тихий день, все, кто сейчас в тылу, все, кто может просто побыть у себя дома, всем следует помнить, что битва за судьбу Украины продолжается. Идет она не в соцсетях, не в спорах друг с другом о чем-то политическом, не в выяснении отношений. Это сражение там, где каждый день украинцы и украинки нуждаются в поддержке. Я благодарю всех, кто не забывает, что фронт ежедневно нуждается в поддержке. Я благодарю всех, кто работает именно ради неизменной постоянной реальной поддержки. Благодарю всех, кто понимает, как это важно, чтобы наши люди в прифронтовых районах и на временно оккупированной территории чувствовали, что Украина о них помнит. Помнит и не оставит для уничтожения врагу. Я благодарю всех, кто не разочаровывается, не тратит свою драгоценную энергию на споры. Кто работает ради государственных интересов, кто лечит и спасает, кто учит детей и действительно заботится об интересах своих общин. Кто производит оружие и снаряды для наших ребят, кто организовывает волонтерские сборы и, несмотря ни на что, помогает конкретным подразделениям. Спасибо всем, кто тренирует наших воинов и здесь, в Украине, и в странах-партнерах. Каждая такая тренировочная миссия – это конкретный вклад в победу, которая будет. Обязательно. Если не просто в нее верить, если не просто ждать победы от воинов, а если каждый день делать все от тебя лично зависящее, чтобы Украина стала сильнее и чтобы наших общих возможностей стало больше. Следующая неделя. Мы уже готовим. Обязательно увеличим возможности нашего государства, в частности нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО. Это неизменный приоритет. Обязательно ответим оккупантам на террор против наших людей. Всегда отвечаем. Слава Украине! Слава Украине!